Для вас вместе этот репортаж проведем. Приветствую, Валерий Георгиевич. Ну, а первые какие-то ожидания от этой пары? И кто фаворит для вас? Баруси Дор. Мы уже расшифруем с Валерием Георгиевичем все вот эти секреты относительно состава. Дело в том, что Ювент... Уже начали матч. Да, первые минуты. И смотрим, как события будут развиваться. Он номер 8. Ну и, возможно, Пауло Дебало, номер 21. Он тоже будет больше внимания уделять. Средний, что он 98-го года рождения, точнее так. И Буфон сказал, что я в это время уже съездил на чемпионат. Здесь справляется Марио Манджукич. Подбор за Бернарду Силвай. Здесь уже на правой бровке. Да, Дерар сегодня играет на позиции правого защитника. С Тулузи он тоже так играл. Но это дополнительный бонус. Ведь с атакующими качествами у него тоже полный порядок. Но здесь ошибка грубая от Фабинио. Дебало Перександро. Опять кросс от него. В сторону Манджукича или в сторону Игуаина. Здесь любой из них может на опережение... Наверное, зря. Многовато там было игроков Монак. Перетянул. Да, уже можно было на фланг Даниала Иса отдать. Опасных моментов было как раз у Монако, а не у Ивентуса. Да, действительно, была опасная акция. Семь голов в Лиге чемпионов. Пьянич. Ошибка. Пьянича под Катюм нужно играть. Не всегда срабатывало, так скажем. Да, ведь это периферическое зрение одно из важных качеств. Но отнять мяч у Павла Дебала, это, конечно, тяжелейшая задача. Подбор за Ивентуса. Дебала. Уходит ловко от одного, второго, третьего. Приходится фолить. На нервы, конечно, давит. Когда одного за другим. Да не обидятся на меня болельщики из Харварии. Заброс в сторону Алекса Сандро. Но вот в последние минуты Сандро сориентировал так больше на центр. Есть предложение от Лемар. Лемар по-прежнему очень много времени проводит в середине поля. Освобождая обровку. Точнее, подбор за Маркизию. Передача уже была на бразильца. Дебала. Дебала настолько хорош, что... И получает ее Фабиню, опорный полузащитник. Это всегда опасно. Просто потому, что Ювентус часто туда добирается. Фабиню разворачивается. Несмотря на то, что довольно долговязый. Нашного еще не случилось. Да, хотя любая команда, любой тренер команды серии А с вами поспорит. Иметь 0-11 с Ювентусом, да еще и дома. Да, но это хуже, чем 0-2. Или 0-3. Когда 0-3, тогда уже совсем все плохо. Да, спросите, как говорится... Спросите у Барселоны. Спросите у Барселоны. И у Барселоны, да. Сорок себя запасил. И, кстати, хороший вынос всегда пас. Где Мигуайн зацепился, но ненадолго. Подбор за Фабиньо. Фабиньо простреливает и тоже. Глода, который по-прежнему в игре. Парочку еще назовешь? Уже, конечно. 71-я минута. Интересно, какая будет замена у Ювентуса. Я говорил... Проход по флангу. Фабиньо. Точный пас. Балькал. Сонтанамбапе, например. Первый случай, когда я, наверное, не соглашусь с Лаосом. По-моему, подталкивали в спину Сандро. Я чувствую при начинании атак. Фабиньо. Внешней стороной стопы пошла контратака. И опять дело доходит до защитников. Ювентус, по сути, отказался от контратака в концовке. Да, но сейчас уже вообще... Сунчи и Фабиньо. Ну, не грубая игра, она просто очень темповая. И иногда за соперниками просто не успевает.